Уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу поблагодарить господина президента Аль-Сиси за приглашение, а жителей Каира, рядовых граждан Египта за очень тёплый дружеский приём, который и я, и все члены российской делегации ощутили, видели это, видели, как люди нас принимают, как встречают, как доброжелательно относятся к России. Мой предыдущий визит в Каир состоялся 10 лет назад, и я, и все мои коллеги очень рады оказаться вновь на гостеприимной земле Египта. Несмотря на сложности, которые пришлось преодолеть Египту в последние годы, в двусторонних отношениях нам не только удалось не допустить спада, но и выйти на новые рубежи сотрудничества. Сегодня мы с господином президентом провели конструктивные и содержательные переговоры, продолжили начатый в прошлом году в Сочи предметный обмен мнениями по всему спектру российско-египетских отношений, ключевым региональным и международным проблемам. Это был рабочий визит господина президента. Надеюсь, что он примет моё приглашение, приедет с официальным визитом в Москву. У нас будет возможность продолжить наши контакты, которые складываются, на мой взгляд, очень позитивно. Приоритетное значение мы сегодня уделили вопросам экономического взаимодействия. Хочу отметить, что двусторонний товарооборот в 2014 году увеличился более чем на 80%. Среди ключевых факторов такого заметного роста – интенсивное развитие сотрудничества в сельском хозяйстве. Вдвое увеличился экспорт российской пшеницы в Египет. Соответственно, почти в два раза увеличился в Россию и импорт египетской сельхозпродукции. Хорошими темпами развивается сотрудничество в области энергетики. В 2014 году Египту поставлено свыше 1,4 миллиона тонн российских нефтепродуктов. Более чем 1,6 часть всей добычи нефти в Египте обеспечивается российской компанией «Лукою». Мы обсуждали сегодня, и господин президент уже сказал об этом, возможность сотрудничества в сфере атомной энергетики. И в этом случае, если будут приняты окончательные решения, речь идёт не просто о строительстве атомной электростанции, речь идёт о создании целой новой атомной отрасли в Египте. Это строительство атомной электростанции, подготовка кадров, развитие науки. Это целый комплекс мер, которые создаст новую отрасль в Египте. Видим большие перспективы в кооперации в космической сфере и в совместном использовании российской системы спутниковой навигации «Голонас». Будем концентрировать наши усилия на продвижении целого ряда новых инвестиционных проектов, прежде всего в таких областях, как транспортная инфраструктура, машиностроение, химическая промышленность. Всем комплексом этих вопросов будет заниматься Межправкомиссия, которая возобновила свою работу. Подчеркну та же важность подписанных в ходе визита меморандума о привлечении инвестиций и соглашения о совместных инвестпроектах. Условились также расширять возможности для деятельности малого и среднего бизнеса. В Египте уже зарегистрированы и работают более 400 компаний с участием российского капитала. В этой связи ожидаем активной и инициативной работы Российско-Египетского делового совета, который также возобновил свою деятельность в прошлом году. Важнейшей составляющей нашего взаимодействия считаем гуманитарную сферу. Это укрепление туристических, образовательных и научных обменов. Продолжает работу Египетско-Российский университет. Из года в год растет поток российских туристов в Египет. Мы констатировали, что в 2014 году местные курорты посетило рекордное количество граждан России, свыше 3 миллионов человек. Это на 50% больше, чем в 2013 году. И это, безусловно, результат политической стабилизации, которой удалось добиться президенту Сессии. Мы понимаем, что туристы не едут в зоны, в которых они могут встретиться с какими-то опасностями, какими-то проявлениями. И наоборот, едут туда, где всё спокойно, безопасно и надёжно. Мы предметно обсудили ситуацию в регионе Ближнем Восточном, вообще в мире. Договорились интенсифицировать нашу работу по борьбе с терроризмом. Уделили значительное внимание вопросам урегулирования в Сирии. Поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Я проинформировал президента о том, что удалось достичь при встрече сирийской оппозиции и представителей правительства Асада в Москве. Мы рассчитываем на то, что состоится и следующий раунд таких переговоров, который в конечном итоге, надеюсь, приведёт к мирному урегулированию ситуации в Сирии. И в заключение хотел бы ещё раз поблагодарить египетских коллег и друзей за радушие и гостеприимство, пожелать мира и благополучия, процветания, дружественному нам, египетскому народу. Россия и впредь намерена и будет оставаться надёжным партнёром и другом Египта. Уверен, что сегодняшний визит даст хороший импульс для развития наших отношений. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, господин президент. Ещё раз добро пожаловать.